Библейский портал экзегет.ру представляет Мы с вами приступаем к 34 главе. Дина, дочь Лии, которую она родила Якову, вышла посмотреть на дочери Земли Той. И увидел ее Сихем, сын Емора, Евинянина, князь Земли Той, взял ее и спал с нею и сделал ей насилие. И прилыпилась душа его к Дине, дочери Якова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. И сказал Сихем Емору, отцу своему говоря, возьми мне эту девицу в жену. Иаков слышал, что сын Еморов обесчестил Дину, дочь его. Но как сыновья его были с их котом в поле, то Иаков молчал, пока не пришли они. И вышел Емор, отец Сихемов, к Иакову поговорить с ним. Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова. А так не надлежало делать. Емор стал говорить им, и сказал Сихем, сын мой, прилепился душой к дочери вашей, давайте же ее в жену ему, проднитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а наших дочерей берите себе, и живите с нами, земля сия перед вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее владение. Сихем же сказал отцу и братьям ее, только бы мне найти благоварение в очах ваших, я дам вам, что не скажете, назначи самую большую вена и дары, я дам, что не скажете. И отвечали сыновья Иакова, Сихема и Емор, отцу его, с лукавством, а говорили так, потому что обесчестил Дину сестру. И сказали им, не можем это сделать, выдать сестру вашу за человека, который не обрезан, ибо это бесчестно для нас. И далее 34 глава, ее вторая половина, рассказывает о том, что они действительно примут обрезание, но события там развернутся иначе, пока они болели после этого девства, после этого деяния, то сыны, братья Дины, Симеон и Левий нападут на них и уничтожат всех, весь народ, который был в той земле. Что же здесь произошло? Что явилось причиной такой вражды? Почему такое лукавство проявили? Как об этом и подчеркивается, как мы с вами прочитали, что они проявили лукаво-лукаво, говорили, и указывается причина. Но с чего все началось? Началось все с того, что Дина, дочь Лии, мы помним, и я говорил вам, что о ней мы еще поговорим, редко когда в родословной упоминается в Ветхом Завете имена женщин, но Дина, дочь Лии, которую она родила, Иакову вышла посмотреть на дочерей земли той. То есть, например, если посмотреть толковую Библию Лопухина, то он говорит, что они уже там сколько-то лет прожили, примерно около 10 лет, и Дине тогда было где-то 16-17 лет. Она оделась, и некоторые толкователи пишут о том, что вместе с своей матерью, с Лией, они решили разнарядиться как жители той страны, как язычницы, одели эти яркие одежды, в которых ходили тогда язычники, и более того, они были не только яркими, но, как оказалось, не совсем вникнув в моду, скажем, того народа, они оделись как блудницы. Ну, естественные действия Сихема, если он видит, что идет блудница, то, в общем-то, понятно, для чего она вышла, и только потом уже, когда все это произошло, он сделал насилие, то он потом понял, кто это, наверняка ему Дина сказала, кто она, чья она дочь, и кто ее братья. Ну, он ее, как сказано, полюбил, и, в общем-то, доброжелательно к ней отнесся, и хотел взять ее себе в жены. Но будем помнить, что Дина, если она бы не выходила за пределы своего нравственного такого состояния, то она никогда бы не была обесчищена, как и сегодня в современном мире. Иногда я удивляюсь просто легкомыслию наших девушек, русских девушек, наверняка крещеных, некоторых из них православных, когда они одевают эти юбки, а чаще бывает так, что смотришь, идет девушка, и такое впечатление, что она юбку потеряла, или просто забыла ее одеть. То есть, ее просто нет. Какие-то... Вы знаете, о чем идет речь. То есть, не надо давать повод, ищущим повод. Зачем это все? Зачем это обнажение такое? Перед кем? Неужели про девушке... Вот мне 50 лет, могу сказать, что, как уже мужчина такой возраста серьезного в некой степени, могу сказать, что не нравятся мужчинам девушки оголенные. Мужчина всегда видит в девушке какую-то тайну. А что, вот она открыта, то есть она для всех. Еще страшнее всего, когда идет муж со своей женой, а у жены, как говорится, все отовсюду вываливается. Ну, это вообще, это просто неуважение к своему мужу. Во-первых, она себя как бы преподносит всем. И потом сказано, что не открывай наготу сестры твоей. Так учит закон Божий, так учит священное Писание. У нас сейчас хоть немножко это как-то так прекратилось, хотя бы нет на прилавках, но этим запомнил весь интернет-портал. Я помню, когда я еще, когда вел воскресную школу детскую, это в 90-х, когда тогда, помню, это было страшное, конечно, время, когда все это вывалилось на прилавках, везде это все лежало, обнаженные женские тела, и дети, мы с ними пошли в один музей из воскресной школы. Они ко мне подошли, Андрей Иванович, что же делать? Вы же говорили, что не открывай наготу сестры твоей. А здесь это все, как же это вот, как не согрешить, чтобы взгляд не упал на эти журналы? Что делать? Что делать? И тогда я вспомнил из речения одного отца церкви. Он сказал, когда ты видишь мерзости наготу, и это оскверняет тебя, то надо на всякую мерзность дунуть и плюнуть. Дети, которым я дал этот совет, они шли за мной и делали по моему совету. Многие торговцы лотков были немножко недовольны, но я их так успокоил, что не надо делать прям вот так вот явно, но, тем не менее, сделать это можно по совету этого отца церкви. Итак, мы видим, что Дина, если бы она не давала повод, не была бы обесчещена. Все, что происходит дальше, является причиной того, что Дина вышла просто посмотреть. Любопытство, как в истории начала человечества погубило Еву, любопытство здесь, в общем-то, из-за любопытства подвергается обесчастью и Дина, дочь Лии, внучка Иакова. Мы видим, по этому поводу Кирилл Александрийский очень пишет и предостерегает нас от следующего, такая цитата. «Давайте скажем, какая нам из этого может быть польза». Ну, одной стороне пользы мы уже сказали, вот Кирилл Александрийский, святитель, пишет так. «Какая может быть польза? Ибо в Богдухновенном Писании не бывает бесполезных историй. Мы родились духовным рождением и причислены к чадам Божьим благодаря Христу. Да не случится так, что наша душа, возрожденная святым крещением и ставшая дочерью Божией, будет развращена тем, кто обычно это делает, или собьется с пути и предпочтет помышлять о плотском, или станет искаженно думать о Боге. Ибо поистину таковы учения нечестивых еретиков. Стремящимся избежать погибели следует быть бдительными, чтобы не выйти из отеческого шатра, то есть из Дома Божия, из Церкви Христовой, и не попасть в стадо иноплеменников или еретиков. Ведь Дина, выйдя из отеческого шатра, была уведена в дом Сихема. Она никогда бы не была обесчищена, если бы пребывала в отеческих покоях и оставалась в шатрах святого. А о том, что это доброе и весьма полезное дело, убедительно говорит псалмий Блаженный Давид. Цитата. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в Доме Господнем во вся дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его». «Ибо Он укрыл бы меня в скине своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего». Конец цитата. Так наставляет святитель Климент Александрийский. Говорит, будьте осторожны, чтобы не выходить за пределы Дома Божия, за пределы учения Церкви, не нарушать догматы и каноны Церкви, которые есть как некая ограда для души человеческой, чтобы не быть обесчищенными учением еретиков, которые уводят человеческий человека от пути спасения, в пути погибельной. Так предупреждает. Поэтому все, что здесь произошло, и все, что произойдет в дальнейшем, как описывает 34 глава, что они говорят о том, что вы теперь обрезываетесь, это, конечно, было лукавство. Но и они приняли обрезание, эти язычники, не потому, что они хотели присоединиться к Израилю, а по похоти, из-за своих каких-то выгод, из-за своей какой-то выгоды. Они говорят, мы будем с вами. Они не говорят нигде о том, что и мы будем призывать ими Божие, и мы будем с вами приносить жертвы, которые заповедовал ваш Бог, отцу вашему, Аврааму Исааку. Нет. Они принимают обрезание как прообраз крещения ради только выгоды, ради своей плотской похоти. Сихем теперь боится наверняка и ответственности. Сказанное полюбил и говорил по сердцу, но и боится ответственности. Иаков поступает здесь мудро, как мы видели. Он молчал, пока не пришли его сыновья. Он понимает, что сейчас против что-то говорить нельзя. Но когда они приняли это обрезание, то Симеон и, как сказано, Симеон и Левий, братья Дины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили здесь мужеский пол. И самого Емора, и Сихема, Дины, сына его убили мечом и взяли Дину из дома Сихемова и вышли. Мы видим, что Дина находилась там. Сыновья Иакова пришли к убитым, разграбили город и взяли мелкий крупный скот и все богатство. Но Иаков был недоволен этим поступком, поступком мести и поступком лукавства. В 30 стихе так и сказано. «И сказал Иаков Симеону и Левию, вы возмутили меня, сделав меня ненавистным для жителей семь земли». Мы видим, что Иаков был миротворец. Он всегда старался найти дружбу. Как сказано, «Если возможно с вашей стороны, будьте со всеми в мире». Он недоволен был поступком, который с лукавством сделали они с народом языческим. Поэтому, когда Иаков будет благословлять в дальнейшем, об этом сказано будет в 49 главе книги Бытия, когда он будет благословлять 12 колен Израилев, то он благословит и Симеона и Левия оружие жестокости мечей их. «Ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать». 49 глава, 4 стих. «Ибо ты взошел на ложе отца твоего, то я скрынул постель». Это говорит Сарувиме. «Симеон и Левий, братья, орудия жестокости меча их, в совет их да не внидит душа моя, и в собрание их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца». То есть мы видим «проклят гнев их», 7 стих. «Ибо жесток и ярость их, ибо свирепо разделю их в Иакове и Россию в Израиле». Видим, что здесь есть как бы некое благословение, но в то же время это звучит как и укор за тот поступок, который они совершили. Итак, мы видим с вами, что вроде бы, да, ну можно вот, пожалуйста, еще Кирилл Александрийский, да, интересно, 34-25. «Симеон и Левий взяли каждый свой меч». Цитата. «Те, кто являются братьями о бесчестной повере, даже если они имеют священный сан, как Левий и подобный Симеону, должны пребывать в повиновении». Действительно, Симеон переводится как «повиновение». «Они негодуют, потому что один из близких им по вере обесчестен, однако не должны доходить до крови и требовать жестокого возмездия для развратителей, чтобы не слышать слова Христа, говорящего им. «Вы сделали меня ненавистным, так что я есть зло для жителей земли». «Вы сделали меня ненавистным, так что я есть зло для жителей земли». «Необходимо помнить, что сам Спаситель некогда порицал богохновенного Петра, обнажившего меч, говоря, «Возврати меч твой вместо его, ибо все, имевшие меч, мечом и погибнут». Действительно, нам, решившим состязаться за благочестие по Богу, не следует вооружаться против врага мечами, но быть терпеливыми. «Если же некоторые предпочитают преследовать нас, то нам следует благословлять злословящих и, страдая, не спорить, а лучше предавать то праведному судьи». Конец цитаты. Так пишет. Поэтому есть сегодня люди, которые склонны с людьми другой веры, с инославными, с еретиками воевать с помощью уголовного кодекса, а не с Библией в руках. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что «не говори мне этих бесчеловечных слов, что с этими людьми, то есть с еретиками, нет у нас ничего общего. У нас с ними даже очень много общего. Мы ходим под одним и тем же солнцем, которое светит на нас. Один и тот же дождь поливает с неба на нас. Одна и та же пища, которая произрастает с земля, мы питаемся. У нас, говорит, нет ничего общего с дьяволом. Со всеми же людьми у нас очень много общего». Надо помнить, братья и сестры, о том, что к людям другой веры мы должны относиться, как сказано, «дайте отчет в своем уповании скротости и благоговения». Это не означает, что мы соглашаемся с их еретическими душевредными мудрованиями. Нет. Но здесь всегда один принцип. Принцип отцов церкви. Любить грешника — ненавидеть грех. Любить блудника — ненавидеть блуд. Любить еретика — ненавидеть ересь. Здесь, в этом случае, мы извлекаем урок, что Симеон и Левий поступают вероломно и неправедно. Поэтому Иаков в своем благословении их и упрекает. Да не будет со всеми нами, не будем никому мстить за себя. Как сказано, если кто ударит тебя в правую щеку, подставь левую. За себя мстить нельзя. Да, конечно, они вступили здесь за свою сестру. Да, конечно, где-то даже, например, еврейский талмуд находит этому оправданию. Но было вероломство. Они воспользуются здесь прообразом крещения, то есть обрезанием. Если бы этого не было, то можно было бы как-то еще это рассмотреть, что заступили за сестру. Но так как было лукавство, связанное, в общем-то, со святотатством, снова повторю, потому как обрезание прообраз крещения — это знак завета Бога с человеком. Поэтому Иаков осудил их за этот поступок. Но снова и снова вспомним, что было причиной этого. То, что Дина не хотела оставаться в своих пределах в Церкви Божьей. Будем внимательны к своей жизни. Не будем любопытства допускать, чтобы оно шло впереди нашего разума и рассудительности, чтобы не быть нам обесчищенными. Будем подражать Христу, как пишет апостол Павел, подражайте мне, как я Христу. Будем вчитываться в строки Священного Писания. Будем вчитываться в житейную литературу, чтобы в любой жизненной ситуации мы могли бы предостеречь свои действия и не были бы похожи на любопытную Дину, которая была обесчищена. Да не будет этого со всеми нами. Аминь. Аминь.